В керамике на следующий год у меня будет дата 40 лет 2,3 килограмма это уже низкая масса я бы этот кирпичный брак имеет отношение к долговечности там не надо избавляться от соли ну вышли соли вышли А что с ним произошло? Разрушился облицовочный кирпич он для того чтобы получить красивый вид очень интересный пункт 3 класс средней плотности вот я своей работе сталкиваюсь часто с тем что многие кто приобретают кирпич ознакомливая с техническими характеристиками путают это с какой-то вот именно плотностью кирпича связывать напрямую с маркой прочности кирпича хотя по-моему это же совершенно не так что плотность кирпича напрямую проводит взаимосвязь с маркой кирпича класс средней плотности ну конечно зависимость есть чем ниже плотность тем ниже прочность это это есть такая зависимость но понимаете вот смотрите это как раз был разговор у нас по массе кирпича вот мы здесь получаем 1 и 2 это 1200 килограмм на метр кубический плотность это не плотность черепка это плотность изделия и он называется значит эффективный или условно эффективный это уже мы с теплопроводностью совершенно верно с теплопроводностью это связано но в условиях развития нынешних теплоизоляционных материалов рассматривать всерьез теплоэффективность керамики ну функция другая облицовочного кирпича облицовочный кирпич он для того чтобы получить красивый вид внешне да внешне красивый вид своего дома да а есть гораздо проще другие решения сейчас довольно развита это устройство вентилируемых фасадов это есть и минеральная вата и другие материалы но короче которые намного эффективнее по теплозащите и смысл большой вот нам уменьшать плотность керамики если мы делаем действительно крупноформатные блоки до 14 нф там может быть это но там не один на два должно быть а 080 85 плотность средняя плотность там можно говорить об эффективное с точки зрения теплозащиты но вот насколько знаю весь облицовочный кирпич это вообще условно эффективный материал весь поэтому класс средней плотности это такое стабильно у всех заводов производителей показатель до который вот один на два условно эффективный материал показывает ну не совсем так значит здесь такая небольшая хитрость есть речь идет о том что вот мы говорили о плотности масса кирпича а это ведь что это расход глины это расход добавок это расход топлива то есть чем ниже плотность тем больше экономия в производстве а вот так вот да поэтому это это вовсе не обуславливает стремление к теплоэффективности кирпича экономии но пройдет но вот мы сейчас очень активно занимаемся тем что рассказываем о преимуществах евро формата ведь евро формат получается по эффективности равнозначно динарному формату стандартному 1нф ведь это так то есть не надо человеку который облицовывать свой дом от нет это не то есть это есть у кирпича евро формата теплопроводности хуже и в связи с этим нужно какие-то там конструктивные уже носите изменения в теплопроводность несущих стен не вы перескочили на теплопроводность но вот сначала мы как завод пытаемся донести к их конечным потребителям о преимуществах евро формата это связано с тем что все таки кирпич этот на дальнее расстояние перевозить его дешевле стоимости за единицу штуки он тоже дешевле это размер 1нф около двух литров объем кирпича около двух литров так 1нф это размер даран плотности это не имеет отношения поэтому не путайте когда вы говорите о плотности 1нф это размер кирпича так тогда для меня сейчас один класс средней плотностью нас фактическое значение 1 и 2 до гос трактует фактическое значение 1 и 2 так условно эффективный материал у нас наверное эффективный у нас указано эффективно владимир европе уже давно а в россии сейчас очень активно многие заводы позиционируют новый размер кирпича кирпич 07нф евро формата с чем это связано почему так активно его сейчас пропагандирует он используется как лицевой он площадь его боковой грани это расход и обычного лицевого кирпича и этого будет на квадратный метр 52 изделия квадратный метр 52 изделия смотрите а обычный кирпич займет вот столько и соответственно глины больше расход больше на тепло на на все а мы закрываем поверхность таким же количеством только меньше а что конечно потребитель здесь выигрывает этот должен дешевле чем все ответ понятен и просто рассматривать всерьез теплоэффективность керамики этот должен дешевле чем все ответ понятен и просто